Пятый ежегодный конгресс Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи проходил в Москве 29 и 30 марта. Лучшие специалисты из России и Европы собрались на одной площадке для обсуждения актуальных вопросов диагностики и лечения опухолей головы и шеи. Куб хухолей головы и шеи – это одна из самых болезненных точек современной онкологии. При всей вроде бы визуальности локализации, высокая запущенность, очень агрессивное течение. При большом выборе лечебных методов результаты остаются быть, скажем так, неблестящими. Вообще, я считаю, что от очного общения специалистов – это намного интереснее новомодного сейчас интернета, телемедицины. Нельзя передать нюансы, нельзя передать тонкости через электронные средства и информацию. По количеству участников Пятый конгресс был рекордным. Он собрал более 600 специалистов. В сферу наших интересов, можно так сказать, входят не только онкологи. Это и челюстно-лицевые хирурги, и лор-врачи, это и офтальмологи, это лучевые терапевты, это врачи других смежных специальностей. То есть все те специалисты, которые сталкиваются с этой сложной патологией. Миссией нашего общества и миссией нашего конгресса является донесение до всех наших коллег, до широкой аудитории, врачебной аудитории в первую очередь, тех достижений, которые сегодня присутствуют в мировой науке, в отечественной медицине. Программа конгресса включала широкий круг тем, от современных достижений в молекулярно-генетической и лучевой диагностике опухолей, до проблем функциональной и психологической реабилитации пациентов с опухолями головы и шеи. Мне нравится этот конгресс по многим причинам. Первое, это действительно выдающийся мультидисциплинарный форум, где хирурги разных специальностей, головы и шеи, челюстно-лицевые, так же как радиоонкологи, стоматологи, речевые дефектологи встречаются для сотрудничества и обмена информацией о последних достижениях в онкологии головы и шеи. Я думаю, что российский конгресс наиболее успешный из всех тех, что я посещал именно из-за этого тесного сотрудничества. Среди участников конгресса были также специалисты по детской онкологии головы и шеи. То, что здесь собираются люди разных профессий, это очень здорово, потому что это такое взаимообогащение и взаимопроникновение из одной специальности в другую, и ее слияние, которое символизирует это вот наше общество опухоли головы и шеи. Я думаю, что это будет очень полезно и очень хорошо не только для специалистов, которые занимаются уже профессионально этим делом, но и для тех молодых людей, которые пришли только что в эту специальность, в эту профессию, потому что они наверняка сегодня получат очень много новых знаний и будут пользоваться ими в дальнейшем в своей жизни для совершенствования в этой профессии. Участники конгресса традиционно представляли практически все регионы Российской Федерации. Это уникальная площадка для обмена опытом между врачами, занимающимися лечением сложной проблемы опухоли головы и шеи. Это актуальная проблема для Российской Федерации. Мы имеем возможность обсудить новые возможности лечения, реабилитации наших пациентов, чтобы достичь наилучших результатов в их лечении. И также традиционно в Конгрессе приняли участие пациентские организации России. Очень важно, чтобы мы были вместе. Очень важно, чтобы в борьбе с болезнью участвовали все звенья. Первичное звено, доктора, онкологи, различных направлений. Было важно, чтобы здесь присутствовало обязательство средства массовой информации, потому что мы не донесем без вас информацию. Спасибо большое российскому обществу специалистов по голове и шее, во главе с Алимурадовичем Мудуновым. Именно они являются основными организаторами данного мероприятия. Спасибо большое, что они собрали такое большое экспертное мнение, экспертную площадку, где врачи с регионов могут получить знания по новейшим технологиям, которые есть в области головы и шеи. Это для нас, для пациентов очень важно, потому как в регионах человек должен получать такую же полноценную медицинскую помощь, как и в наших больших мегаполисах, в наших больших городах. В ходе Конгресса прошли онлайн-трансляции хирургического лечения опухолей, трудных локализаций с использованием видеоэндоскопических технологий.